доброе утречко всем моим дорогим зрителям все кто меня уже ждет все кто за мной уже заскучал и думают где же то я опять пропала вот но я вам говорила что если меня нету значит я работаю я работала буквально тут две недели вот даже без выходных поэтому как бы время свободное у меня было только то что я вот бегала за дениской в школу и все вот и что я думаю буду снимать вам как я каждый день бегаю за денисом школу это можно копировать один и тот же ролик и все вот поэтому как бы не было когда мне что и снимать вот а сегодня вот у меня выходной сегодня понедельник и у меня выходной и я на сегодня запланировала конечно очень много дел так как скопилось а теперь не знаю что делать на улице дождь идет но мне надо идти делать дела мне надо идти все таки уже наконец-то окончательно разобраться с этим разводом и от и отослать документы в суд вот поэтому как бы не хотелось прям дождь такой как бы не хотелось но на то потом у меня тоже на новую почту надо зайти я там себе белье заказывала потом надо зайти проплатить там тоже заказы тоже поназаказывала там себе то 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 все то это вот но короче вот такие дела накопились вот и надо их делать вот не знаю видно вам не видно но я две недели на в общем по мне видно ли или не видно я две недели назад села на интервальное голодание и села на строгое кето ну вот результат уже как говорится на лицо или на лице вот за две недели у меня ушло три килограмма вот и это очень хорошо я прям собой довольна если таки дальше пойдет но это конечно вес не будет так уходить прям быстро как он сейчас уходит поначалу вот и как говорится уже потом он будет уходить немножко поменьше сказать что не ем ем ну ем я как правило в час в два часа дня первый раз и второй раз я ем 5 или 6 часов вечера что ем как обычно на кето яйца мясо рыба о вспомнила надо рыбу с холодильника с морозилки достать чтобы разморозилась на ужин также иногда делаю себе творожную запеканочку вот ну как обычно овощи 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 капусты всякие спаржевая фасоли цветная капуста ну вот как обычно как обычно все что кушается на кето вот и и и и прекрасно себя чувствую очень хорошо все нормально у меня вот что еще у меня нового произошло за эти две недели да ничего работала 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 и работала не скажу что там очень много у меня людей было нет но у меня же получается я могу там взять вот с утра пару человек да потом бегу за денисом школу вот и не могу там уже взять еще там один или два человека вечером зависимости от того насколько человек записывается если на 4 часа вечера записывается то я могу еще кого-то взять на 6 если на 5 человек на 5 часов записывается то тогда только один но просто как бы все дни заняты все заняты и заняты и дни это с одной стороны хорошо потому что перед этим я две недели гуляла конкретно гуляла но ну а так вот тоже всех отработаешь там опять гуляешь вот так что сегодня я надеюсь мы с вами проведем этот день вместе вот и и и и и мне еще сегодня надо и в кабинете уборку сделать по убирать но это так вот когда уже дениса наверное заберу после школы и и кушать тоже что-то бы приготовить не знаю делала вот на днях тоже еще и делала вот джульенке это рецепт такой вкусный получился но просто обалденный но рецепт не сняла потому что делала первый раз думаю ладно уже сделаю попробую если мне понравится я вам потом покажу этот рецепт ничего сложного все очень вкусно просто объедение так что такие дела ой все сидела с надеждой на то что думаю вдруг дождик перейдет а он не переходит он идет и идет и наверно такое печенье что еще больше стал поэтому ну что я уже собралась я уже оделась и надо идти как бы того не хотелось надо идти потому что все равно надо и посылку забрать и по заплачивать я себе заказала новое зимнее пальто вот потому что три куртки я уже убрала своих тех что я могла носить то уже я их носить не могу они стали очень на меня большие в общей сложности с того момента когда я начала так сказать худеть я уже сбросила сейчас я вам скажу 13 килограмм естественно у меня уже ушло наверное 3-4 размера в одежде ушло и вот еще вот в куртке в которой я зимой ездила в сходницу вот на новый год вода кто меня смотрит в той куртке я ездила она была по мне то сейчас она на мне висит как на чучели на каком-то вот и я вчера вот алена ко мне приезжала я делаю специального алена ну как нельзя уже ходить в таком она верит нет мама уже нельзя в ходить вот поэтому я уже ее тоже собрала потом у меня была спортивная куртка тоже очень хорошая она вообще громадная на меня стала ну короче еще одна вот там такая но сейчас все равно она осенние как бы я в ней сейчас и не хожу и поэтому вот заказала себе новую курточку уже мы не курточку а такое пальтишко вот и вот надо тоже проплатить сходить его ну короче делов целая куча дочь только мешает ну что ж поделаешь то я конечно думала пешком пойти в центр но теперь придется подъехать потому что подожду это я буду мокрая вся зонтик не спасет голова то будет сухая коленки все это она промокнет отдела специально штаны эти которые не промокаемая но в общем вот так вот в общем вот так вот наговорила вам уже вон 7 минут вот так что пойдемте сегодня проведем день вместе со мной кто за мной соскучился проведем 10 день со мной но я уже вышла вот убираю зонт от зонта я засвечиваюсь погода такая себе скажем неприятная вот сейчас иду сразу на новую почту потом пойду поделаю все платежи и потом уже поеду в центр заниматься своими вопросами вот по поводу по поводу развода у меня уже как бы все документы готовы мне осталось их только проверить заплатить и отослать все вот хочу сегодня это все сделать пока у меня выходной потому что перед новым годом там у меня будет тоже такое врал что мне просто не будет когда этим заниматься а я хочу до нового года это сделать ой какая лужа сейчас покажу вам какая у нас погода мерзопакостная у кого там снег и красиво у нас кошмар слякоть такая знаете не зимняя совсем а осенняя скорее погода дождь слякоть ужас неприятная погода ужасно неприятно при этом сейчас по моему два или три градуса тепла но и вот такая вот мерзость ну как говорится у природы нет плохой погоды вот дела надо делать при любой погоде хотя так не хотелось выходить из теплого дома на улицу но надо все я уже почти дошла до новой почты встретимся дальше я уже приехала в центр все дела поделала на новую почту сходила посылку забрала проплаты все поделала приехала в центр вот и сейчас пойду в эту у нас там есть бесплатная юридическая консультация мне там проверят документы все и останется только проплатить и на почту отправить документы погода конечно такая но вообще не зимняя погода больше осенняя такая знаете глубокая осень ужасная лужи кругом дождь этот нескончаемый ну идем я уже пришла тут очередь было короче это консультация мне посоветовали в суде когда я была не сказали что здесь вам помогут подготовить проверить и подготовить документы для развода и вот сейчас мне уже документы принципе готова я пришла их просто чтобы проверили и сказали что там еще какие надо ксерокопии вот вот такая тут обычного все написано безоплатно безоплатно правоватых ума хорошо что это есть такое у нас вот во всяком случае люди сюда могут прийти и получить получить консультацию вот по поводу своих проблем ну жду сейчас там кто-то есть он женщина зашла только что так что я еще жду и коль я была в центре я конечно же зашла в любаву в нашу торговый центр 3 какая шикарнющая елка в этом году фонтан походу тут раньше фонтан был его вообще убрали и сейчас вот такую елку красивую нарядили вот а я зашла у нас тут сельпо магазин продовольственный вот я его очень люблю я и деликат люблю но сельпо люблю больше да я скупилась и сейчас время по ходу только час начало второго вот и вот отсюда покажу какую здесь поставили для фотографии инсталляцию вот шикарная вообще каждый год меняют что-то новенькое делают красиво как эскалатор и вот прям на входе украсили уже снежинки висят красиво вот сейчас только начало второго мне как бы и за день еще рано поэтому поеду домой отвезу все продукты да заодно покушаю потому что еще сегодня ничего не ела вот и дома уже вам расскажу сейчас буду дома и расскажу что там с этим с этими документами все я на выход не на остановку стою на остановочке жду свою маршрутку или что и что приедет дочь так и идет он видите на лужах там видно капли какие вот смотрю же здесь вот это у нас остановка прямо напротив входа вот вход и вот остановка здесь тоже уже украсили все город начинают понемножку украшать к новому году и хотя такая погода совсем не новогодняя но новый год уже скоро будет стою жду 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 а что-то ничего нету боже дочь такой кошмар ну и вот я уже добралась домой сейчас без 22 я только добралась домой по ходу мне уже тут буквально ну сейчас быстренько что-то покушать и выходить за деньгой потому что денис аж три часа забираться школы фух боже мой погода на улице такой дождь вот так что по поводу документов проверили мои документы эти уж позову заяву опять короче нам начеркали то исправить то добавить то отнять то я просто когда прошлый раз было вот в этой консультации там была другая девочка вот то что она написала все сделали все исправили а тут сейчас опять другая опять горит нет вот тут вот тут надо корректировку я уже и говорю так давайте я вам денег заплачу сделайте мне так как надо она нет нам нельзя мы бесплатная служба я говорю так а куда можно пойти может какому-то к юристу подскажите куда пойти чтобы сделали уже один раз эту позовную заяву да и все она говорит ой зачем вам это надо вот эту подправить и а то с вас возьмут за ту позовную заяву тысячу гривен зачем она вам надо вот это вот такое но у меня как раз вот завтра на ногтике должна прийти эта девочка которая мне работает в суде это она мне вот и делает вот эти позовные заявы вот и попрошу ее чтобы она вот быстренько переделала и схожу мне на работу заберу ее и и все уже все квитанцию значит сегодня я проплатила судовый сбор квитанция у меня уже есть там осталось не сделать только ксерокопию паспорта своего и кода и все и уже как бы вот вроде бы как все будут документы готовы и можно отправлять ох и геморрой говорю почему нельзя просто прийти в суд написать заяву и все что я хочу расстаться я уже устал этим по этим делом судовым разводным так зашла же вам говорила до зашла я сельпо вот очень хороший у нас магазин мне нравится вот немножко скупилась там сейчас покажу что купила так но это не сельпо это я еще заходила в аптеку закупила тут валерьянку валидольчики такой знаете на всякий пожарный чтобы было в аптечке так там купила грибы будут жильены мне так понравился тут жильен что я делала что думаю надо еще сделать я прям не наелась его грибы купила а забрала посылку с новой почты тут белье показывать не буду это купила коль там уже была сразу вкуснила купила деньги вкусняшек печенька такое вот такое вот чтобы уже мне не заходить там деликат и вот такую вкусняшку он их любит это для деньги также купила беконы бекончик такой красивый был и он у них уже порезанный сейчас вам покажу бумагу заворачивается у нас же с 10 числа кульки уже нельзя буду вот смотрите такой красивый бекон и так мне захотелось яичницу с беконом а я уже такая голодная чего-то в принципе да чушь не быть голодной если я вчера поела тушеные капусты буквально там три ложки и это было в пять часов вечера сейчас без без 15 2 вот если бы я ну конечно просто там было маловато жиров надо было бы может еще сало добавить а мне так проголодалась что я даже заметила что я себя сегодня найти как-то так ощущаю как на голодовке вот когда я бываю да вот вот такая у меня как-то слабость вот вот слабость и ногах вот думаю так надо сейчас вот пожарю бекончик с яйцами и наемся так что еще я купила а купила были авокадины такие знаете хорошие прям вот мягенькие хорошие и недорогие взяла три штучки авокадо себе потом взяла цветную капусту также что она филейки куриные взяла но это же для жульена и еще обычную капусту начинается зима и зимой я перехожу на капусты на всякие как-то вот летом я тушеную капусты не очень я зимой очень люблю поэтому часто очень делаю она мне не надоедает я ее делаю так или с грибами или с ребрышками или с фаршем делаю меняю как бы дополнение капусте и поэтому прекрасно я ее ем беру не надоедает мне так ну все все вам показала я быстренько сейчас готовлю кушать ем и иду за денькой завтрак я себе приготовила два часа дня у меня завтрак завтрак и обед сейчас вам покажу вот что у меня получилось половинка авокадина две полоски бекона два яйца и это у меня еще тушеная капуста осталось вот я ее доем вот казалось бы да я аж не ем там совсем мало нормально я ем вот но процесс идет все мне приятного аппетита мне тоже вот из-за того что сегодня такой дождь сумасшедшие на улице то алена только что мне написала что дениса она забирать она заберет поедет машиной привезет ко мне так что мне не надо ура мне не надо идти за денькой по такому дождю все мне приятного аппетита я кушаю вот встретимся позже я уже на кухне потому что надо что-то готовить кушать и сегодня я что я делаю я рецепты сегодня снимать не буду потому что там как бы особой снимать то нечего я готовлю овощи с говядиной у меня сейчас в мультиварке вон там говядина протушивается и потом добавлю туда тыкву и цветную капусту и и наверное все помидор не буду добавлять и вот такое вот сделаю себе блюдо вот и также сегодня еще хочу сделать запечь себе на ужин запечь на ужин себе скумбрию вот как бы тоже все просто мы сейчас покажу что я там с ней делать мне нравится готовить скумбрию на подушке из лука вот я порезала небольшую луковичку но я ее кушать потом не буду это так сугубо для того чтобы запах убрать знаете как бы скумбрия такая рыба когда она запекается в духовке она очень воняет и вот лук помогает избавиться от этого запаха очень даже неплохо вот так я ее расположила и вот скумбрия у меня такая есть она уже помытая выпотрошенная вся и сейчас я ее просто натру солью хорошо посолю в серединке обязательно с двух стороночек вот все очень просто скумбрия такая рыба что она не любит особо там знаете каких-то приправ там или еще чего-то скумбрия это соль и перец и все больше ничего так сейчас достану свой перчик вот перчиком вот так я ее тоже с двух сторон притрушиваю и заворачиваю вот в эту фольгу и оставляю пусть она хотя бы с полчасика промаринуется а потом в духовочку можно добавить лимончик кстати но я не буду я очень нормально ем без лимончика вот это у меня будет на на два ужина половинка у меня будет на один ужин плюс как какие-то овощи все и оставляю пусть маринуется а тем временем у меня довядина уже вот готовая она уже даже подрумянилась я сюда наливаю немножко водички вот сейчас буквально немного вот и ставлю ее на программу тушение потому что это говядина она должна протушиться а так как овощи так вот тушение и включаю мультиварку все так как овощи готовятся быстро то я их уже потом добавлю буквально за 15 минут до окончания готовки мяса я добавлю вот цветную капусточку и цветную капусточку маленькую луковичку чесночок немножко и у меня есть тыква вкуснякина неимоверная для меня во всяком случае я такое люблю вот у меня все что с мясом все вкусно вот так вот ну вот так вот я сегодня так по быстренькому рыбку он замариновала в это поставила как бы тушиться да и все у меня там еще запеканка из творожной никакие тоже не доем потому что сейчас ем очень мало жульенчик сегодня делать не буду как-то вот будут на днях я хочу купить кокотницы специальная или во всяком случае если не кокотница мужа ну кокотница вообще-то малюсенькая то может быть просто такую форму хорошую в чем запекать а то у меня особо не в чем запекать их этот жульенчик вот если завтра может бог даст не будет дождя хотя передают на три дня у нас дожди то зайду в магазин васселью посмотрю может быть форму какую-то куплю и тогда уже сделаю жульен вкуснятина 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 ну а так вот вот и все вот проходит мой день уже на улице темень тем темная вот видео на камере кстати еще не так темно так вообще темно уже на улице и сейчас 4 часа включить 4 10 вот у нас что-то вообще уже так рано темнеет но ничего уже 22 числа уже день начнет прибавляться вот и и все пока мяско у меня сейчас тушится час я могу быть свободна рыбка маринуется мяско тушится и поставлю пока телефон на зарядку тоже практически разрядился встретимся позже ну вот уже пошел прошел почти час времени как у меня мясо тушится и я туда добавил вот я туда добавила морковку небольшую маленькую луковичку цветную капусту и тыкву ой это я и тыкву добавила посолила добавила немножко вон там вот видно водичка и все и ставлю на тушение посолила вот поперчила и ставлю на тушение вот это все дело все вот такое у меня блюдо овощное будет осталось у меня тут всего две минуты но я сейчас добавлю еще времени наверное вот 15 минут все сейчас уже пять часов 5 часов уже и не знаю по большому счету вот скоро надо кушать но я же ела только во сколько в 2 что ли около двух до наверное и мне вообще не хочется есть и число и что делать что делать как как что мне делать как не быть возможно у меня там запеканка есть до рыбку я поставила тоже в духовку может быть вот чай попью только с кусочком запеканки и все потому что кушать не хочется вообще вот как от слова абсолютно вот а по грозу сейчас еще я себе тыкву резала и оставила кусочек тыквы только такая вкусная тыква которая алена позвонила приехала за денисом у меня же день я был то она приехала его забрать вот всю деньку я вы проводила он спускается алена внизу его ждет вот и и что я а за тыкву рассказывала тыква это очень вкусно это тыква вместе типа как с дыней что ли вот а сарти когда вообще пахнет арбузом такая вкусная вот я ее покупаю вот когда иногда готовлю вот как бы накета конечно сильно тыкву нельзя но так иногда редко очень можно ну вот я наверное вот раз в месяц могу себе приготовить вот говядину с тыквой а сегодня добавила еще и туда цветную капусточку будет вкуснятина ну вот так вот и все в принципе вот он вот уже и день закончился как бы все я вам поснимала сегодня да хоть хоть денечек такой у меня завтра опять там работать опять ну не знаю посмотрю будет что-то снимать то сниму вот вы не переживайте не волнуйтесь если я пропадаю потому что ну такая работа у меня что бывает вот никогда вот тем более сейчас вот начнутся вот новогодние праздники там у меня уже по моему числа наверное с 18 где-то там вообще у меня будет такой завал что не будет когда мне снимать ничего вот там только работа работа и быстренько за день и сам сбегать и все там много очень людей всем же хочется вы же сами девочки которые мне смотрят они же знают да все хотят перед новым годом сделать маникюрчик вот поэтому и у меня вот будет очень много работы так что не переживайте все хорошо у меня все хорошо все на этом сегодня с вами прощаюсь а смещу влог смонтировать по пылесосить печенье которое день а тут накрошил вот и и и все и на сегодня как бы отдых вот так что так что всего всем хорошего не болейте не переживайте за меня все будет хорошо все всем пока пока